Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У нас есть в Ютубе канал. Ну, приходится мне тут работать одному. Ставить то другое, а беру там всюду Сергея, но в основном наши. 13 900 роликов наших на нашем Ютуб канале. Ну, у меня близкий был друг и брат во Христе, Сергей Козлов, парализованный. В 30-летнем возрасте он нырнул, ударился, 7 позвонков у него полетело. И потом он в 17 лет лежал парализованный, только плечевой сустав один двигался. И у него больше 240 роликов. До этого у него, как мы познакомились, иконопись была, на весь мир известный иконописец. А потом так беседовали, он многое получил и понял, что иконы ей ничего не дают, говорит. Надо идти на благовестие, а идти не может. Он стал заниматься, и я его ролики, там 200, у него сколько там, кажется, 215 или 220. Я их перекачал себе и сейчас постепенно выставляю. У нас часто были беседы, но не только со мной. И в последнее время он выставил два ролика. Говорит, опускаюсь, первый раз опускаюсь в чат. А я подумал, не расслышал, в ад, в самом деле. Погружаюсь. Погружаюсь. Ну и вот это, ну это одно и то же слово. И тут он заболел, очень сильно лежал и умер. А вот эти два ролика, эти остались. Я посмотрел, ну стал узнавать и нашел. Это называется рулетка. Чат рулетка. Все об него узнал, посмотрел. И думаю, господи, вот он начал, а дальше-то у него не было, он умер. Дай мне эту мудрость, талант пойти туда к этим людям. Это ад, настоящий ад. Дно ада даже можно так назвать. Я никогда не думал, что в одном месте столько может зла, гнусности, подлости, просто греховности собраться. И зашел в это и стал больше узнавать. Ну, один раз поговорили, ну подряд тогда говорили, а там так идет, как лента, одно за другим. Доли секунды только. И человек видит, я с бородой, один раз там кнопочку нажал и сразу улетел, и больше никогда не вернется. А их там больше ста тысяч бывает. Ну, нет, это, конечно, не с контактами, там, 49 миллионов или сколько. И мы тогда подумали неправильно. Выставили, а там матерки. И нам замечание сделали, я в администрацию там позвонил, или знакомым программистам. Они это вырезали, убрали, оставили. Дальше мы стали так вот, заходим, и человек сразу раз, мигнул и исчез. Нас видя, я не успеваю ничего сказать, даже здравствуйте, махнуть рукой не успеваешь. Но это примерно, я так, 80% с лишним мусульмане. Мусульмане, это очень насторожен, как русскоязычные, в основном. Некоторые там, и сразу высвечиваются, из Англии, там, откуда. И они все одинаково себя ведут. Зачем они пришли? Вопрос. Другие, которые там не мусульмане, а так. И мусульмане также. Показывают себя до головы. Голова ищет, нету головы, только внутри. Показывают органы, внутренние, половые органы. Ну, то есть мерзость, открыто. Я решил узнать, какие там правила. Сейчас я ознакомлюсь с этими правилами. И увидим, что все правила нарушаются, никто не взыскивает, регистрироваться не надо. Это, и как люди понимают, мы уже выставляем где-то третий или четвертый ролик. Тут беседовали с людьми, а это бывает до 10 человек, чтобы ролик получился 1 гигабайт. Примерно так. И, как правило, это бывает, который с нами заговорит, но один может из 10. Ну, а может быть из 20 даже бывает. Мелькает и все, он останавливается. Я могу нажать, следующий кадр идет. Мы не успеваем пару слов сказать даже. А остальные голые. Голые мужики и женщины голые. Она сидит, там сиськи у нее тут. Все. И мужчины голые совершенно. И где-то там за кадром себя не показывают. Вот сейчас мы посмотрим, что. У меня сложилось мнение определенное, а я уже там вторую неделю. И это мнение уже трудно опровергнуть, потому что одинаково везде. Ну, это что там смотреть так. Кто изобрел, никто не знает. Я тебе сейчас все это расскажу. Вот я беру эпиграф к тому, что буду говорить. Михея правило из Библии. Шестая глава, восьмой стих. О, человек, сказано тебе, что добро, из чего требует от тебя Господь. Двоеточие. Действовать справедливо, любить дела милосердия, и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим. Здесь ничего этого нет. Здесь связано с деньгами. И, видимо, женщины торгуют своим телом, даже маленькие совсем. И они говорят одинаково там намулеванное. Уже товар выставлен. Евангелие от Иоанна. Третья глава, шестнадцатый стих. Этот стих называют Библией в миниатюре. Мы его, когда встречаемся людям, то говорим. Зачем мы попали сюда? Зачем? Чтобы найти здесь грешника. На самом дне. Наше появление там объяснимо. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы пошли к погибшим. Во враче нуждаются больные, а не здоровые. Дальше. Ям 3, 19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. Они не хотят, чтобы их видели. За экраном разговаривают где-то издалека. Ну, прячутся. Явно. Почему? Злодейство. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету. То есть явным быть. Чтобы не обречились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Мы говорим, что пришли возвестить о Сыне Божьем распятом, воскресшем. Если вы не будете веровать, будете по левую сторону, то есть в аду, в огне гореть. Его сразу выключают. А бывает, беседуют. А я православный. Православный не знает, как перекреститься. Посты не соблюдает. Бриты в Библии не считает. И мусульман. Мы тоже спрашивали, что самое ценное мусульманское. Ни один не мог ответить. Вы не знаете, читал ли Хоран? Нет, а зачем? Аллах, Акбар, то есть головы резать знает. Ну, посчитайте хоть свою книгу. У нас священная книга, Святая Библия. У нас тоже есть. Называется Коран. Просчитай, что там написано. То, что вы делаете, это вписывается в вашу религию. Разврать ищет. Ну, четыре жены вам развратили. По-православному это дикий разврат. Но у вас официально он разрешен. Тебя не хватает, опять сюда зашли. И повторяю, ничего не прибавляю здесь. Бывают мусульмане, хорошо поговорим с ними. Да нет, я зашел там посмотреть. Другой на машине едет, и перед ним рулетка крутится. Рулетка это проигрыш и выигрыш. Выигрыш минута. Проигрыш на полную катушку, на всю жизнь. Иоанн 5.15.19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Причина какая ненавидит? Мы не такие. Бог нас избрал. 1 Иоанна 2.15 Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Главное, это сердце встречается. Любить. Написано, нет любви, кто любит мир. Мир любит разврат. Вот в житии святой Феодоры Цареградской, это житие Василия Нового, говорится, как она умерла, и душа идет по мытарствам. Вот сарковина называется, справляют. 20 мытарств. Мытница это таможня. Отдельно о пьянстве, наркотике, там все, табак. Отдельно блуд, отдельно гнев, отдельно убийство. Это мытарство, где тебя будут испытывать, демоны будут представлять, что написали. День, час, тут никуда не денешься. Так вот на одном мытарстве блуда, прелюбодеяние, секса погибает больше, чем на остальных 19. И никакой Гитлер с ними не сравнится. Ни от фашизма, ни от коммунизма, ни от масонства не погибло столько людей, конкретно как на блуде. То есть там, там и там блудят. Все блудят. Захватили Берлин, давай насиловать. Больше 100 тысяч женщин изнасиловали. Хороший советский строй. И считаем. Ибо все, что в мире, похоть плоти, а это как раз вот здесь, в этом чате рулетка, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего спросишь. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Мы им говорим, хотите послушать, а Боги нет, сразу раз. То есть боятся. Делающее добро идет к свету. А не от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. 1 Яна 4-5. Они морские люди. А что особенного? Ну да, до этого я пришел. Раздетые, здоровые мужики, даже с таким возрастом видно. Но моего возраста никого нет, мне 80 лет. Я не видел так. Покажи его. Вылетел. Вот какой вылетел. Зачем вылетел, не знаю. Сейчас быстренько выключишь. Я его постараюсь посадить на место. Так, быстренько выключи свет. Вот он как. Я вам покажу. Вот он какой. С хохолком. А она у него сидит там, парит. Ну ладно, ладно, я тебя опущу назад. Вот так. Сиди там. А она на яйцах уже парит. Загнездилась. Так. 1 Тимофеев 6-10. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим опасностям. И вы увидите, кто это изобрел, ему приходится прятаться от всех. От прессы. Не давать интервью. Прелюбодеи, прелюбодеицы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. То есть, вот этот чат-рулетка, это враждебный Богу чат. Враждебный. Почему? Растливание похоти, растление. За деньги там продаются там женщины. Откуда вы знаете? Ну тут все показано. Притом они нарушают все условия. Вот читаем дальше. Чат-рулетка. Видео-чат номер 1. Видео-чат-рулетка. Самый популярный русскоязычный чат. То есть, мусульманский. Ежедневно чат посещает более 500 тысяч пользователей из России, стран СНГ. Полмиллиона. Чат-рулетка выгодно отличается от всех чатов и дает уникальные возможности для общения. Но какое общение? Я расскажу. Вот короткий список основных преимуществ нашего видеочата. Первое. Чат-рулетка это быстро и просто. Вот считаешь, как в житие от святых. Ученик пошел от учителя воду причерпнуть в колодце. Ну, молодой парень. Его уже монаши становесили. И женщина там берет. Какая-то самарянка пришла. Приходит. Ой, сейчас согрешил. Че согрешил? Ну, женщина вблуд пал. Вблуд. Даешь тебе ведро, дал воды привезти. Уже сблудил, пришел и кается. И в город пошлет. В другом монастыре. Приходят. Трое были. Все впали. Там это проще. Ну, интересная женщина встретилась. Вот он женился на ней. А потом она его начала, там, говорит, и зубы повыдирала ему. Дальше. Быстро и четко. Почему? Чтобы начать общаться, достаточно нажать всего одну кнопку. Старт. И чат-рулетка мгновенно подберет вам собеседника. Быстро сталкивать. Это дух блуда. Это самый активный дух. Мгновенно. Сразу же у него. Ну, и лишь бы только женилка выросла. Так Шолохов говорит. И дальше. Чтобы начать использовать чат, вам не придется проходить регистрацию. Это как у брака регистрация. А главное, чат полностью бесплатный. То есть здесь можно все делать, показывать. И они прямо спят, видно, которые. И все готово к блуду. Раздеты и место показывают. Простота и удобство. Это основной секрет популярности чат-рулетки. Видя, чат-рулетка, теперь случайное знакомство. Это вообще случайное знакомство. И уже они где. На вечере-то познакомились. На Новый год-то. И там фикус растет. И они за фикусом успели совокупиться. Другие вышли на балкон. Третий пошли в туалет. И все это описывается сегодня. Многим людям непросто заговорить с незнакомым человеком на улице. Тем более познакомиться. Девушки боятся делать первый шаг, чтобы не показаться навязчивыми. А парни боятся отказа. А если, говорит, парни бы знали, девчата, говорят, что девчата о них думают-то, так еще бы в 10 раз смелее были. Как у петуха, говорит, гонятся за курицей. Что думает петух? Не догоню, так согреюсь. А курица, а не слишком ли быстро я бегу? А не слишком ли я отказываюсь? Трудно угадать. Готов ли человек пообщаться с ним, то есть сблудить? А там общаться не о чем. Ни грамоты, ничего нету. А который грамоты, безбожник, которого ничто не удержит от блуда. Язычники. Но бывают христиане, которые ничего не соблюдают. Из-за этого сейчас сострадают и парни, и девушки. Как она может, девушка, пострадать, когда она не должна идти на какую-то встречу? У мусульман здесь ни одной мусульманки не видно. Может быть, она есть, но не видно. Паранже и прочее. Ведь не очень приятно парням получать при знакомстве отказ. Тем более на улице, на глазах у всех. Какой отказ-то? Ну на улице еще просят-то. Пойдем со мной. Пойдем поговорим. А девушкам не хочется навязываться парню. Хочется, чтобы общение и знакомство связалось само собой. Социальные сети не сильно решили эту проблему. Ведь там общаются в основном уже знакомые между собой. Люи, чат, рулетка решают эту проблему. Если кого-то вы встретите в чате, значит собеседник готов к общению и знакомству. Я вспоминаю в одной камере, 112-й мы сидели, когда меня арестовали в Барнауле. 86-й год. И вот мы сидим двое. Я и директор рыбокомбината Маммского района. И он тоже теперь его нету. Север Владимир Литрофанович. Он шел за паровоза. То есть, когда многих арестовали, а кто-то главный, так он за главного. А у него там космонавты, Герман Титоп и кого-то и не было. Попович, все у него, говорит, были там, первые секретари. И что? Ну, то же самое. Все рассказывают. Как-то мы знакомимся с прокурорами. Прокурорский сын изнасиловал. Как его спасти. Вот это все идет. А у самого у него, у него своя жена, прекрасная жена. И Таня Маня. И все это рассказывает. Мы в одной камере сидим. И вот одна же камера заходит человек. Такой красивый костюм на нем, видимо, офицерский. Он только зашел, а сразу. А-а-а, кто зашел к нам? А я ничего не знаю. Молюсь, я только слышу. Я стою, молюсь, склоняюсь. А зашел кто? Лозин Анатолий Максимович. А кто это такой? Преподаватель второй группы космонавтов. Он мне все про Туполева рассказал, про космонавтов. Как погиб Гагарин. Ну, преподает ему, он все знает где-то. И он сразу ему так. Ну и как у тебя там с Соболевым? А Соболев это милиционер. Звание какое-то понижено. Может быть майор, этот полковник. И он с его женой там дома рулетку разыгрывает. Ну, он встретил, говорит, стащил жены и поддал ему. А тот сразу в милицию подали в суд. И она подписалась, и его посадили. Три года дали мужику. Он вышел, когда жизни никакого нет, и повесился. Закончил жизнь самоубийством. Вот он рассказывал. Я еду в дороге, билет дали. Я захожу. Там закрыто отдельное купе. Мягкий вагон. Женщина. Ну, я сел ее. Ну, женщина, мало ли что ей это. А женщина о нем думает, что... И постепенно познакомились, что-то давали. Рукой коснулись. Искра сверкнула. И вот они уже всю ночь тешатся. Это он все рассказывает. Она ему шепчет. Ой, Толя. А я думала, посмотрела. Какой скромный сам мужчина. Уж с этим ничего у меня не будет. А когда он уже раскрылся, космонавт этот, теперь они... У нее, видимо, муж есть, она рассказывает, свободно так и прочее. Вот это чат-рулетка. Быстрое знакомство. Ни к чему не обязывает. Как? А вышли, просили, за свидание адреса не взял. А зачем? Она не нужна. Вот Сильвестер Сталлоне этот пишет. Как? После каждого выступления у него, где-то там было, к нему в очередь. А у него охранники. И вот так. Он любит вот таких. А не я, я такая. Он опять говорит, нет, надо, чтобы вот такая была, чтобы там спереди, сзади. И он за вечер к нему заводит шесть. По одной. У него, он там таблетки принимает, у него все время на взводе инструмент. Шесть. И притом снимает все на ролике. На ролике. Стоит охранник, снимает. А она застеснялась, раздеться до гола надо. И совокупляться. И она не хочет. Он говорит, ну сейчас, ты же пришла, знал. Он говорит, не хочешь, выходи. Ну ладно тогда. Раз по-другому нельзя. И он эти съемки, едет, в самолете летит и заново сам рассматривает. Это я вот. Это я. Вот и все. Быстрое знакомство. Султан Брунея. Он выписывает сорок девушек. Ну не девушки, название одно. Откуда с Америки, откуда. И сам он с ними не встречается. А их показывает у него там в каких-то кабинетах. Он по телевидению смотрит и выбирает. Эту оставьте так. Эту оставьте так. Пятнадцать оставили. Ну а этим дайте на часы, денег дайте, отвезите назад. А уже они знали, что так будет. А эти, которые будут с ним, эти по машине получат. Ну у него миллиарды. И каждый день у него четыре там жены может быть. И наложность не ограничена. Ну как у Соломона. У Соломона было их 300 жен, 700 наложниц. А у князя Владимира две тысячи. Да две тысячи, то по одной брать. И то это надо шесть лет. Через шесть лет она первый раз встретится. Это какие же жеребцы-то были. Ну, я это рассказываю, как оно есть. Если вы кого-то встретите в счастье, значит собеседник готов к общению знакомого. Он уже раздетый. У него все на взводе. Готов. Как они встретятся. Ну интернетный блуд творят. Тоже. Удобно не только заниматься, знакомиться, но и прощаться удобно. Ничем не обязанной. Иногда при общении или знакомстве с новым человеком не сразу можно понять, насколько человек интересен, умен, остроумен и прочее. Для этого вообще не требуется. Красивая девушка может оказаться глупой, истерозной, а интересный парень занудой и трусом. Иногда уже на первом свидании, узнав человека получше, хочет развернуться и убежать. Зачем продолжать общение с человеком, который вам не интересен? В чат рулетки достаточно нажать кнопку «Далее» и чат переключит в основного собеседника. Свет камеры лучше. С проявлением интернета общение и знакомство стали доступнее. Существует множество сайтов, знакомств и текстовых чатов, но только видеочат позволяет узнать человека хорошо. Зачем тратить время на утомительную переписку, если с помощью камеры, микрофона можно слышать и видеть собеседника. И что интересно, раздет их примерно, я не знаю сколько, ну примерно 40%. Я так думаю. Ведь трудно, как следует узнать человека в интернете-то. Живое общение не заменит буквы. И слава от некого интернет-пользователя. Слова. Тем более в интернете много мошенников, которые используют чужие фотографии. В чат-рулете вы сможете видеть и слышать собеседника в реальном времени, показывать мускулы и что у него ниже. Свет камеры гораздо удобнее заводить новое знакомство. Ну путный человек, разве будет идти в новое знакомство, неизвестно с кем. Зачем, когда он занятый? У него времени на это нет. И нам говорят, зачем мы сюда зашли? Так вы верующие? Мы говорим, да. Но зачем мы зашли сюда? Да, это мерзость тут одна. Да, просто уйдите отсюда, вы осквернитесь. Нет, мы не осквернимся. Мы бронированные. Мы людям принесли благую весть. Дальше. Избавим от скуки одиночества. Каждому человеку иногда не хватает общения. И не всегда мы все можем поговорить с знакомыми и близкими. Чат-рулетка дает возможность поделиться своими мыслями, с врать на пропалуе, или переживаниями, выдуманными, с новым случайным человеком, который ничего о вас не знает и который вы тоже не знаете. А зачем вы про себя рассказываете? У него своя легенда составлена. Благодаря тому, что видеочат анонимен, никто не может узнать о вас больше, чем вы сами себе расскажете. Расскажете. Ну, то есть вранье. И неважно, хочется ли вам веселого общения для поднятия настроения, или искренних душевных разговоров, там и нет их. В чат-рулетке вы сможете легко найти нужного человека по размеру, а возможно даже друга, и любовь всей вашей жизни. Но если туда пришел человек, у него любви не может быть. Как Лев Толстой говорит, если ты до брака познал женщину, ты развратник. На сестру, на мать ты нормально не можешь смотреть. Есть у Ивана Николаевича Толстого, очень хороший рассказ об одном, как там лежал татарин один, его вернули в армию после бала. Из него там отбивной бифштекс сделали. И он говорит, мы своих невест в броню одевали, а вы их глазами раздеваете. всякий, посмотревший на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Используя этот видеочат, вы соглашаетесь с нашими правилами. Нарушители будут забанены. Старайтесь, пожалуйста, чтобы в кадр попало ваше лицо. Ваше лицо. Сейчас вы увидите. Вообще там, ну я не знаю, процентов может 20, лицо показывает, а остальные не показывают. То есть первое правило сразу нарушается. Никто их не забанил. Что? Правила видеочата. Вот правила видеочата. Запрещено проявлять неуважительное отношение к собеседнику. Вести себя по-хамски, использовать нормативную лексику. Только нас увидят, доли секунд. Ах, мать-перемать, пошел ты на... Сплошь и рядом матеряться. Даже маленькие дети. Маленькие, там совсем почти сосунки. Дальше. Оскорблять по национальным, расам, религиозным. Сплошь и рядом угрожать собеседнику. И угрожает. Запрещено вести себя бульгарно. Находить сообщать с голой грудью. А для этого она и пришла. Не показывая свое лицо. Не показывает. Предлагать миртуальный секс. Использовать слова, которые могут иметь неприличный сексуальный подтекст. Виртуально там. Пошалим давай, там вирс составим. Ну, понятно. Как раз это все и есть. Вот это на все. Находить сообщать рулетки без одежды. Или в нижнем белье. Да нет нижнего белья. Он совсем без одежды. Демонстрировать половые органы и другие интимные части тела. Это и делают. Прикасаться к полым органам даже через одежду. А он показывает себя и рукой вот так вот дергает, стоит. Дальше. Направлять камеру ниже груди. Старайтесь, чтобы ваше лицо было в кадре. Нет лица. Нет лица. Это, я не знаю, это больше половины, которых нет лица. А не за кадром. Совершать любые действия, которые могут расцениваться как непристойные. И кто создавал-то? Он знал это или не знал? Я этого не могу сказать. Но если ему заплатили за этот чат, и сейчас он миллионером, то значит, именно это там и заложено было. Дальше. Запрещено показывать вместо себя посторонние изображения. Направлять камеру на экран монитора, планшета, телефона или телевизора. Направлять камеру на фотографии. Направлять камеру на любые текстовые сообщения. Камеру они там направляют. Использовать эмуляторы, веб-камеры. Даже не знаю, что это такое. Вот у нас, допустим, мы говорим, у нас большой ресурс. И написали, какой ресурс. Я говорю, открытым оком. Он не понимает оком. Тогда мы по открытым оком, око, глаз. Во свете Библии. У нас есть сайт и форум. Меня зовут Игнатий Лапкин. То есть я не направляю сюда. Он говорит, как, не может запомнить, я ему показал и все. Это к делу не относится. К тому. Запрещено спамить. То есть транслировать изображения или писать сообщения рекламного характера. Отправлять в чате любые ссылки. Что-то там на свое раскручивает. Осуществлять массовые рассылки сообщений. Простить посетителей видеочата совершать действия в интернете. Проголосовать. Поставить лайки. Приять участие в опросе. Зайти на сайт и тому подобное. Зайти на сайт. То есть мы заранее разговариваем. И это лично для человека. Он не может понять. Тогда мы ему показываем. Система жалоб. То есть о вере речь идет. О вере даже речи нет. Любой посетитель видеочата может отправить жалобу на своего собеседника. Но как? К жалобе прикрепляется изображение пользователя. Его сообщения. На основании которых модератор принимает решение о бане. Модератор реагирует на жалобы круглосуточно без выходных. Не просто показать, записать. Если на человека, нарушающего правила чата, часто жалуются. Большое количество пользователей. Он банится автоматически. Сложный механизм системы жалоб исключает случайный или несправедливый баннер. Но это неправильно. Много. Да можно подговорить тысячу человек, и тебя нажали. А ты ни в чем. Администрация видеочата не несет ответственности за действия посетителей. Но всеми силами старается бороться с нарушителями. Но не видно нисколько. Физически невозможно уследить за всеми нарушениями в щат рулетки. Поэтому настоятельно просим вас жаловаться на нарушителей. Похоже, никто не жалуется на таких. Ваши жалобы помогают нам делать щат чище и лучше. Пользуясь щатом, вы принимаете и соглашаетесь выполнять установленного правила. Скажу, что правила не соблюдают. Примерно 95%. Если вы не согласны с действующими правилами, вам следует прекратить пользуясь щатом. И вот сегодня ночью в нашей администрации мне написали администрация наших ресурсов. Я поставил эпиграф к этому. Иеремия из Библии. Пророк Иеремия 15.19. На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное изничтожного, то будешь как в моих устах. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Мы записываем, выставляем ролики. Уже около 20 роликов попадаются такие люди. И они знают, мы им говорим, все это будет выставлено. Говорим о Божьем, о чистоте жизни, о ревности, о жертвенности. Говорим с нуля в основную православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Что я начальник детского лагеря был 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Рубля нам не дали. Мы должны это сказать. То есть подвиду человека. А мне-то 80 лет в июне будет в этом году. И мы говорим, что возраст не влияет на дела, которые Господь благословляет делать. А зачем вы пришли спасать грешников? Вот нам пишут. Сейчас рулетка интересный ресурс. Это нам администрация наша пишет. До этого неизвестно Игнатию. То есть мне и многим его помощникам, в частности и мне. Узнал о нем я, как и Игнатий, уже только от Сергея Козлова. Только от Сергея. Парализованно. Точнее, я слышал о нем давно. Но не интересовался этим. Думал, ерунда какая-то. Пустое время провождения. Которого и так нигде не хватает. Никогда не хватает. И дальше он пишет. Чем полезен этот ресурс? Да, многие пишут. Это живое благовестие через интернет. Скажем, нету, ни одного не встретили. Живое благовестие через интернет. Но нам неизвестно, по крайней мере. Мы там пока. И люди, видно, когда говоришь, они не встречались с такими. Ютуб хоть немного начинает прислушиваться к своим блогерам. Только тем, у которых есть серебряный статус. Серебряный статус – это 100 тысяч подписчиков. А остальные для них, к сожалению, не существующая мелочь. Очевидно, что чат-рулетка при соблюдении некоторых нюансов поможет вам добиться серебряного статуса. Мною был проведен анализ блогеров, которые снимают и выкладывают записи чат-рулетки. Так, что хотят люди видеть? Хорошую картинку. У вас запись через камеру, с экрана, оставляют желать лучшее, то есть плохое качество. Чтобы видеть, пошло в массы, чтобы видео пошло в массы, нужно улучшить качество. То есть мы этого сделать не можем. У нас ни денег, ничего нет. Мы не за этим пришли. Установите программу ОКАМ. Кто его правильно поставил, не знаю. Она позволяет записывать экран или часть экрана, какую сами выбираете. Очень удобно. Зачем? Когда мы встречаемся, если человек ругается, мы выключаем его. А он, знаете, расположен, нет, нам приходится начать говорить. И включаем с того момента, когда уже понятно, что он с нами будет разговаривать. И поэтому получается оторван. А там в оторванном ничего нет. Мы просто спросили, хочет ли он побеседовать на духовную тему. То, что говорите, так пробуйте ее в деле. Она очень удобна. Сразу готовое видео на компьютере. То, что говорите в начале, очень и очень важно. Это первые 10-15 секунд. Я посмотрел все ваши ролики, которые вы выставили в открытый доступ. То, что вы ищете соратников, это не та фраза, с которой надо начинать. Точно, не та. Не те там люди, не соратники по Христу там сидят. То есть он понимает. А как правило, матерщинников, дымо, блодники и так далее. И первое, зачем они туда зашли? Удивиться. Чему удивляться? Чтобы у них глаза на лоб вылезли. То есть я должен так сказать им. Ну, глаза на лоб. Это что? Это найти какую-то банку на чердаке, как Розинский говорит. Нашли половой орган, Распутина Григория Ефимовича и показывает там полметра или сколько. Так это уже репса такой. Поэтому этого они ждут от вас первые секунды разговора. Ну, правильно, я должен переломить не то, что он ищет. А зачем я пришел? Я о Христе пришел рассказать. С благовестием. Удивите их. Мы удивили их. Точно текст составить пока не могу. То есть как нам поступать. Но из ваших уже выпущенных роликов понял, что их уважение к вам вырастает сразу в разы, когда они узнают от вас, что вам 80 лет. У вас на Ютубе канал с 30 тысячами подписчиков и 30 миллионов просмотров. И вы его сами 80 лет ведете. Да, я один и веду. Не считая, кто там помогает закачать. У вас есть страничка в моем мире, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме. Для молодежи самая цепкая сейчас Инстаграм. Все на нем помешалось. Все помешались. Это чисто фотография. Но у нас 22 тысячи наших фотографий. И там работают люди над ними. Сфоткал и сразу туда. У вас есть и там страница. Уважение добавляет, что вы прошли тюрьмы и сидели там за то, что проповедовали. Я не только проповедовал о Христе, но первой стране распространил в Кипеллах ГУЛАГ. Насчитал его. Насчитал. А сколько это? Ну, где-то 60, кажется, в среднем. 8 часов слушать надо. Изучив ролики, я понял, что человек начинает вас больше уважать и слушать не по-разгильдяйски, когда узнает о вас вышеизложенное. Когда узнает, да. Я видел реакции людей. Поэтому хорошо бы сконцентрировать внимание собеседника сразу, что перед ними не просто человек, а человек такого возраста, в котором не то что заниматься тем, чем вы занимаетесь. Так, на кнопку какую-то нажать не знают. Удивляйте их сразу. Ну, как удивлять-то? Мы сразу и удивляем, говорим. Мы православные христиане. Мы проповедуем Христа распятого воскресшего. Вы хотите послушать? Ну, давай. Как мне говорили в тюрьме, тут все по-своему с ума сходят. Давай. Они затем туда пришли увидеть эксклюзив. А вы им и являетесь, когда речь заходит об интернете, всегда спрашиваете, знает ли собеседник, кто его изобрел? И отвечаете. Это также удивит собеседника. Кто изобрел сотовый телефон? Ну, я назначаю Мартин Купер. Кто изобрел интернет? Тим Бернерс Ли. Тоже хороший вопрос и ответ на него. Кто изобрел щадрулетку? 17-летний двоечник. Стал миллионером, изобретя щадрулетку. Тут мудрости никакой не было. Просто сделал, чтобы встречались. Вот Билл Гейтс, который изобрел первую программу, вот это да. Или Мартин Купер, первый телефон, вот этот мобильный, теперь весь мир имеет миллиарды. Вот это, а это тут никакой тут мудрости и не было. Его успех начался с двоек в школе. Это сейчас тысяча людей скажут, я тоже хочу быть двоечником. Прогулок уроков, пожалуйста, сколько угодно, хоть бочками. И постоянных педсоветов, педагогические советы разбирают, куда его деть, в какую школу, или в медицинный учет. Дальше. Он отвечает, я всегда знал, что не буду круглым отличником, что не смогу каждый экзамен сдавать исправно. А впереди уже институт маячил. И я понял, что у меня единственный выход, это быстрее придумать что-то, пока не поздно. Рассказывает миллионер Андрей Терновский. Вот фамилия мне говорит, что он не русский. А кто он? Не знаю, но не русский. Во всяком случае, принадлежит той нации, где деньги на виду, где друг друга не бросают. Это определенно. Где ему сделают, и дадут. Но это, конечно, не то, что Березовский имел. Не то, что Дерипаска имеет, или Абрамович. Но во всяком случае, думаю, своего не бросают. Это мое мнение такое. И недолго думая, наш россиянин, россиянин в России жил, придумал щадрулетку. Какую? Вот она, щадрулетка. Его интернет-проект оценивается в десятки миллионов долларов. Это копейки. Хотя изначально парень создавал его для общения в видеочате со случайными собеседниками по всему миру. Да тут и понятно, был со случайным, ни к чему не обязывающим. Так почему же вместе-то не спать на одной скамейке-то в вагоне? Излили так что? Поэтому, потому что всем знаком отличный психологический прием, разговор со случайным попутчиком в поезде. Излили душу. Тут не душу, семя изливает. Вышел на перроне, сказал человеку, прощай, и все. Только на суде Божьем все это выявится. На чатру редки действует та же схема. А попутчика можно сменить просто нажав клавишу F9. А Андрей герой нового документального фильма канала ТНТ. Заработать легко. Ему 17 лет. Он придумал, запустил свой сайт. После чего бросил школу, уехал в Америку и снял квартиру не где-нибудь, а в Силиконовой долине. Сейчас за ним охотится вся мировая пресса. Ну не вся. Какая-нибудь желтая пресса там одного представить. Там у него ничего взять-то. Если он на двойку учился, он ответить ничего не может. Андрей не дает интервью. Исключение сделало лишь для Дальше CNN Forbes The New Yorker. Ну и так ли будет? Дальше-то. Все же понимают, что ничего нет. Гарри Поттер. Ну ладно. Матрицу изобрели. Дальше-то что? Забыто и заброшено. Ну кто писал 12 стульев? Где они? Еще. Очень важно не обрезать начало разговора. В нем для зрителей половина интереса. У нас этого нет. У них интерес появляется, когда мы показываем Библию у нас вот лежит. Показываем. Вот. Сейчас я даже могу сейчас показать. Очень хороший формат Библии. Вот она как выглядит. Мы поворачиваем показать. Я открываю ее и показываю. Вот Библия. Или книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Православная. Кого благослови? Кто благословил ее издать? И дальше. Чудотворная икона. Ветхий Завет. Канонические, неканонические книги маковейские. Тут же книга Третьей Ездры. Тут же указатель. И после этого идет Новый Завет. И в общей сложности тут тысячу тысячи, кажется, 143. Тысяча 143. Ну так. 1200 примерно страниц. Мы им рассказываем. Глаза, говорит, на лоб. Вот это и есть глаза на лобу. Дальше. Записывайте полностью. Половина интереса вначале. Потом вырезайте. Мы этого не можем делать, не вырезать. Мы не умеем. Иначе теряется основной смысл. Нет, не теряется. Соль не соленая и сахар не сладкий. Соль соленая у нас, а сахара не было. Потому что мы считаем из Библии. Угрожаем адом, гиеной, приводим святых отцов. Но это по незнаниям. Я бы рекомендовал выстраивать разговор с людьми по такой схеме. Первое. Приветствие. Ну так понятно, машет рукой. Но это только те, которые выходят. А выходит, может, один из двадцати. А остальные готовы не для этого. Голые. Второе. Сказать о возрасте. Как угодно. Как думаете, сколько мне лет? Я спрашивал. А другие спрашивают, а сколько вам лет? Мой возраст, на ваш взгляд, старше среднего из тех, что здесь встречали. Я могу отвечать. Могу отвечать, в кавычки взято. Я отвечаю 80. Дальше. Третье. Сказать, что в этом возрасте вы ведете YouTube-канал, на котором 30 тысяч подписчиков и 30 миллионов просмотров. А также, что имейте странички в Инстаграме, ВКонтакте, в моем мире, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере, в Живом журнале, там какие только где есть. Даже в Гугле отдельно перепечатывают. Дальше. И рассказать о том, что не раз сидели в тюрьме. Ну, рассказать за что. Дальше, что за Слово Божие меня брали и проще. Иногда говорю. И отсюда вести речь в сторону того, как дивны дела Господни. Примеры жизни тюремной и не только. Как пришли ко Христу. Это мы и рассказывали. Володя рассказывает. Я. Второй, третий, четвертый пункт и поднимают уважение к вам в десятки и сотни раз. Ведь до этого вы для них просто случайный человек были. Ведь они еще не знают, что вы ведете Ютуб-канал. Что вам не 50 лет, а как вполне может быть-то, а 80. концентрируйте внимание людей сразу и беседы будут продуктивнее. А не рассказчика, не рассказчика, как многие рассказчика зевают и лишь когда слышат, что вам 80. Что вы ведете немаленький канал. Что у вас есть странички во всех соцсетях. И только тогда просыпается и начинает слушать. Вот коротко об этом чате и почему мы здесь находимся. Чтобы найти новые души, которые пали. Мы знаем, что Христу ноги целовала блудница. И она из чата пришла туда. Из рулетки. Такие они есть. И таких там было много. И они обращались ко Христу. Мы выполняем миссию поручения Христа. Идите по всему миру. По изгородям, по канавам, везде ищите. И мы опустились в этот чат, в этот ад. И что я говорил, я отвечаю за это. Да любой может зайти и посмотреть. Голая. Прячет лицо. Или бывает одна рука только у него видно. И лежит постель только трепыхается. Вроде он там не один, но у него никого и нету. И все время едят или пьют. Они больше ничего не могут показать. Все, что требуется для блуда и поддержки, энергии для блуда. А мальчик получил миллионы. Ну, получил дальше, то что он из себя будет делать? Милостыню он сделал? Нет. Платит десятину? Нет. Эти деньги от секс-индустрии, так скажем. А их нельзя даже в церковь принимать, эти деньги. Это продажа блудницы. А он не знал, чем будут... Ну, а чем может общаться? Вот, ничем не обязывает встреча. О чем он будет говорить с незнакомым человеком? Притом, неверующие. Притом, язычники. Мусульмане, о чем могут говорить-то? Говорить не о чем. Только руками действовать и тем, что ниже. Ну, на этом сегодня все. Сохрани нас и помилуй, Господи, от этой ямы и найди там новых людей. И тогда, говорит, язык твой сделай, как трость скорописца. И тогда, Господь говорит, слово ваше зазвучит. Изничтоженно, изничтожь полезное. Сделай, как в моем уста обещание. Да будет так. Бога слава умеет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok